Итак, еще раз, еще раз добрый день, уважаемые слушатели, мы продолжаем вещание бизнес-канала на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев и время бизнес-класса программы, в которой мы встречаемся с успешными бизнесменами и слушаем, затаив дыхание, завороженным взглядом, я вот, по крайней мере, этих успешных бизнесменов, да, мониторю, слушаем о том, как этот бизнес делать успешным, как вообще становиться в этом мире, мире чистогана. Все это очень интересно, все это очень важно. Сегодня очередная беседа, я прошу прощения у слушателей, я сейчас буду произносить тему, она, конечно, сложно читаема и, наверное, сложно воспринимаема на слух, но, уверяю вас, все, на самом деле, все очень просто, все очень понятно, я бы даже сказал, все очень волшебно, и мы сегодня говорим о космосе. Итак, тема такая, особенности коммерциализации наука емких технологий, разработок и сервисов в России. В гостях у меня Владимир Гершинзон, генеральный директор инженерно-технологического центра «Сканекс». Владимир, добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, напомню, я вам напомню, телефон в студии 651099, 6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм, звоните, пишите, задавайте свои вопросы моему сегодняшнему гостю, еще раз повторю, тема сегодня волшебная, мы говорим о космосе, если я так, может быть, сильно упростил. Владимир, вы меня извините. Ну и первый мой вопрос, о чем же все же речь? О чем речь? Ну, наш центр занимается съемкой Земли из космоса, но невольно мы в теме чуть глубже и понимаем, что в смысле экономики есть четыре основные темы. Это запуски, это связь, это навигация и, собственно, съемка Земли. И степень зрелости рынков очень разная в этих темах. Все четыре мы можем обсудить сегодня? Все четыре? Ну, мы все-таки специалисты в космической съемке и предпочли бы придерживаться нашей темы. Просто слово «запуск» меня заинтриговало. Да, ну, известно, что Россия в этой теме как раз остается в клубе ведущих держав. А что касается построения информационных систем, гораздо более комплексные вопросы и вопросы эксплуатации, внедрения результатов этих систем, это более сложная на самом деле тема. И если телекоммуникации во всем мире считаются более коммерциализированные и во многом требуют часто от государственных игроков просто разумного регулирования, частотного и прочего, то в области навигации как раз и съемки во всем мире возникают так или иначе формы частного государственного партнерства. И это совсем непростой вопрос, потому что на наших глазах, скажем, европейская тенденция в навигации привела к удорожанию навигационных программ, а в съемке Земли, наоборот, считалось какое-то время, что это очень удачное и эффективное внедрение, которое позволило эксплуатацию систем вывести в бизнес-сферу. Поэтому вот гармония отношений бизнеса и государства здесь звучит напрямую, регулятивные принципы тоже, но пользуясь случаем мы бы хотели, конечно, сегодня, так как много лет занимаемся темой и внедрением на разных этапах, и фактически стали неким таким геоинформационным хабом, объединяющим разные типы съемки от метеорологической, которая тоже, кстати, фактически дотационно-государственная, до высокодетальной, которая ближе к уже чувствительным темам диалога с военными ведомствами и так далее. Но, с другой стороны, более коммерциализованная, обычно в мире она делается по коммерческим бизнес-планам, может быть, с какими-то фьючерсными государственными сделками. Тем не менее, тема очень волнующая, интересная, очень динамичная, потому что на наших глазах в последнее время даже в сфере сверхвысокодетальной съемки две лидирующие американские компании слились в одну, то есть происходит живая динамика на рынке и конкуренции, и принципов распространения, и последние годы в это стало вмешиваться активно веб-сообщество, информационное сообщество, потому что все уже привыкли, и как само собой разумеющееся, открывают и в Гугле, и в Яндексе снимки. Это стало признаком хорошего тона, с утра посмотри, а что там у нас на планете Земля делается? Да, во всяком случае, география на диване становится реальным термином, а не фикцией. И, в общем, тема живая, она как раз может помочь, а может очень помешать и в диалоге общества и государства, и в развитии инновационных процессов, поэтому мы, конечно, за нее болеем, потому что потратили, собственно, основную свою 20-летнюю, уже 23 года наша компания развивает период именно внедрению и пропаганде. И надеемся, что сейчас, собственно, настал тот момент, когда порог вхождения на этот рынок становится практически пренебрежимым, и, по сути, каждый желающий и активный просто гражданин, и уже школьник, студент, может не просто открыть соответствующие сервисы в глобальных порталах, но он может, по сути дела, создать свой бизнес, так как это делается в интернет-мешапах, и создать свой геопространственный бизнес, который будет помогать соседям, друзьям, родственникам, будет помогать в своей сфере хобби, интересов, начиная от рыбалки и заканчивая туризмом, там, велотуризмом, какими угодно, активными видами спорта, то есть кажется, что вопрос назрел, мы стараемся это дело максимально сейчас продвинуть и поддержать, у нас есть такой специальный сайт, экспресс-космоснимки, когда космоснимки становятся действительно экспрессом. Я правильно понимаю, вот этим энтузиастам, о которых вы сейчас говорили, те, кто хотели бы, ну, молодежь, наверное, преимущественно, имеют такую возможность, хотели бы создать бизнес, ну, практически не выходя из дома, в этом подспорье, да, прежде всего вы сможете оказать? Сегодня уже есть инструменты и такие, как Яндекс.Народная карта, и Гугл дает, и другие дают возможность создать некоторые свои активности, но в смысле космической съемки, они достаточно используют это просто для освещения своей деятельности во многом, хотя и для картографирования. Это все в свободном доступе. Да, это в свободном доступе, но это под лицензией некоммерческой для собственного использования. Благодаря тому, что это все-таки проценты от того, что есть в наших руках, и тоже в вебе мы можем выставить проценты наших архивов, но по окну коммерческого, подписки и так далее, мы можем дать гораздо большие возможности, и в смысле частоты обновления и разрешения, и совсем не всегда нужно самые детали, а иногда нужно просто актуальную информацию, да, растаял снег, могу ли я уже поехать на рыбалку, если там еще припай, или уже сгорела моя брошенная дача, или она еще держится и так далее. То есть принять для себя совершенно такие бытовые и простые решения, а одновременно устроить какой-то свой сервис подписочный, магазинный в кавычках и так далее. То есть мы как раз не стремимся к развитию такому монополии, да, мы наоборот воспринимаем себя как... В данном случае я, как вот этот новоявленный бизнесмен, мы будем с вами партнерами, правильно? Да, да, вот я бы как раз в этой плоскости мне было интереснее всего услышать и вопросы наших слушателей, и построить наш диалог, потому что он тогда будет проходить в несколько другом ракурсе. Одновременно вторая большая тема, это в целом общественность и взгляд общественности, потому что за последние годы так или иначе мы показали это было с нашими партнерами, институтами и университетами и исследователями. Мы научились видеть уже все, собственно говоря, научились видеть и медведей, и тюлени, и сайгаков, и кого мы только не научились видеть из космоса, причем действительно содержательно комментируя в тех предметных областях, как это можно охранять природу, животных, как можно им помогать и так далее. Но человек очень часто, не только у нас, но и в целом иногда стесняется, боится посмотреть на себя самое. А что же его деятельность на планете, как она может быть гармонизирована, какие пограничные процессы существуют, можно ли эту среду обитания улучшить и что для этого нужно. То есть воспитать триаду, смотреть и видеть, видеть и понимать, понимать и действовать. Это довольно важное звено каждого решения и задачи для того, чтобы... Это такой объемный очень, да? Объемный взгляд такой. Да, конечно. То есть вот переход от простого рассматривания к пониманию, а потом к рекомендациям... Владимир, спасибо. Сейчас прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Продолжим. Продолжим наш эфир, уважаемые слушатели. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Владимир Гершинзон, генеральный директор инженерно-технологического центра «Сканекс». Мы говорим сегодня на тему коммерциализации, простите, наукоемких технологий, разработок и сервисов России. Ну, сложное достаточно название, хотя, в принципе, уже по первой части нашего разговора было уже ясно, понятно, о чем идет речь. Владимир, давайте продолжим. Очень интересная тема. Вот это вот создание среды обитания, да, то есть мы с вами, своими руками можем, я так понимаю, если несколько пафосно, да, это все дело определить, можем сделать жизнь лучше просто-напросто. Именно так. И как раз в этом смысле надежды на подрастающие информационно-активные поколения, для которых это уже виртуальность, зачастую, чтобы она не обманывала и оставляла мостик с реальностью нашей, окружающей нас. Это одно из таких средств и возможностей, которые сегодня реализуются. Причем так получилось, что наш центр постепенно разрабатывал и технологии приема, обработки, программы, комплексы. Потом вот последние разработки как раз были геомиксер, связанные с созданием сред для построения веб-порталов и совместной удаленной работы над общим геоинформационным проектом, причем который собирается просто. Мы ни в коем случае не настаиваем на использовании наших технологий. Могут быть любые интерфейсы, как ВМС, ВФС, я не буду тут специальными, наверное, терминами утомлять. Вопрос в том, чтобы для пользователей, для желающего создать свою активность и инициативу, это было просто собираемое из различных слоев и источников, нужный для него проект, нужная для него среда, которая бы позволила ему сделать выводы, посмотреть на тему или на территорию, или на его зону увлечения таким образом, под таким ракурсом, который для него интересен и важен, или важен для его товарищей, или для его клиентов. Я прошу прощения, вот этот самый ракурс, он сам может определить, или вы ему уже даете лекалы готовые, да, ты можешь вот этим воспользоваться, этим, этим, этим. Это очень важный вопрос, потому что совершенно ясно, что в этом взгляде должны быть некоторые базовые принципы, как вот мы назвали, индустриальные стандарты обмена, иначе системы и среды друг друга не будут понимать. Так и некоторые базовые, географические, геометрические в данном случае вещи, чтобы был такой мини-клиринг-хаус, я не знаю, как это, то есть как бы некоторая система сертификации внутренней, которая позволяет понимать, что правильно, что искажено, что действует реально. В частности, так получилось, что нам везло, что у нас были федеральные заказчики за время нашего развития, наверное, иначе бы такие большие комплексы и не создались. Одними из них были всегда активными пользователями системы чрезвычайных ситуаций, потому что страна громадная, то горит, то паводки. И для того, чтобы успевать вовремя и понимать и контролировать ситуацию, возникло очень опытное и квалифицированное сообщество внутри сети Министерства чрезвычайных ситуаций. Это предмет некой нашей гордости, что в основном уже многие годы системы пользуются нашими технологиями и нашими информационными ресурсами, которые мы добываем, заключая соответствующие контракты и адаптируя к соответствующим программам. Но в последние несколько лет возникла тема кадастра, реестра, и все более и более она значима с точки зрения и налогообложения, и координации. И возникла тема, в которой понадобилось, по сути дела, измерение всей страны равномерное. И это создает сегодня возможность базы, которая в картографических терминах добирается до десятитысячного масштаба, но это создает ту решетку, ту метрическую базу, на которой легко... Что такое десять тысяч? Это стометровка. Это то, что легко в нашем сознании, сто метров в одном сантиметре, то есть вы легко можете это сопоставить со своим личным передвижением по территории. И тем самым создается базовый ресурс, на который могут наслаиваться другие слои, позволяющие вам работать и с ЖКХ, вывозом транспорта, и с системой мониторинга за передвижением. Владимир, простите, я правильно понимаю? На сегодняшний момент базы такой нет, да? Ее никто не создавал, не было идей по этому поводу. Вы знаете, было много лет работы картографической службы, которой только за последние годы тот накат информационного объема и возможностей технологий позволил довести это до такого исполнения. Потому что раньше, ну, например, даже страна наша такая большая, она была померена по-разному, потому что, например... Раньше это еще советская страна, да? Да, европейские части с большими плотностями, они были... Один уровень имели точностей в Сибири, они менялись на Дальний Восток и в необжитых зонах становились... Там нечего особенно рассматривать, да? Да, да, да. Но это, понимаете, тоже такая немножко странная ситуация, когда, с одной стороны, понятно, чем ближе население, тем она... Но, с другой стороны, если говорить о стране как о неком целом, то это создает каких-то там первый сорт, второй, третий сорт и так далее. А территории, в общем-то, как раз вот сейчас возникла ситуация, когда и общество, и исследователи, и новые поколения просто информационщиков, они могут чувствовать себя в стране как в некотором едином информационном пространстве. И в этом смысле строите гармоничный диалог с властями, и власти могут строить гармоничный диалог с населением, рассматривая с разных точек зрения, с разных углов уже одни и те же изменения территории, понимая, проводя общественные слушания, не допуская каких-то конфликтных ситуаций, которые потом выливаются в то, что это строительство уже идет разрешительных документов. Или разрушительные документы выданы с нарушением тем же самым органом, выданных других документов, и такое часто бывает. К сожалению. Да, то есть, к сожалению, вот многих вещей, в том числе совершенно конфликтного уровня, можно было бы избегать, просто гармонизируя это рассматриванием и обсуждением вот такого, как ни странно, объекта, как картинки, полученные из космоса. Поэтому мы надеемся, что вот это не зря, что мы тратили энергию и годы на то, чтобы упростить, удешевить, ускорить доступ. И сейчас как раз мы бы были очень рады росту сообщества, не просто любителей на диване попутешествовать, Хотя это само по себе, само по себе дело увлекательное. И известно, что если вы зайдете на карту, вы быстро получите справку, уйдете. Но если вы включите спутник, то вы будете завооружены, затягивает, вы начинаете рассматривать детали, вы начинаете зумировать картинки и так далее, и так далее. И может быть еще в общественном таком массовом сознании нет понимания того, что зайдя там на экспресс-космоснимки, например, легко можно и запросить новую съемку, и увидеть ресурсы, которых нету в общих порталах, и почувствовать себя там комфортно. И если вам надо даже сгрузить там бесплатно те среды, в которых вы сможете собирать свои проекты, как распечатывая и вешивая на стенку, или там даря другу на день рождения с надписью, вот, собственно говоря, где мы с тобой провели этим летом. Так и создавая реальные бизнес-активности, очень сильно развитые, и очень сильно сегодня существующие именно в сообществах и в странах, которые поддерживают развитие экономик, управляемых знаниями. Потому что именно надстройки, именно коммуникации над этой платформой дают возможность построения совершенно новых бизнесов. И если вы запросите плотности населения и поймете там, и хотите открыть свою хлебопекарню, то вы увидите, где, собственно, ближайшие точки, и вы можете тут же создать свой сайт с коллом и с запросом того, кто хочет со мной войти в этот бизнес, и это займет у вас день. Все освоение и вся работа, а я думаю, что в ближайшем будущем уже часть. Я вас слушаю сейчас, мне видится некая такая революционная какая-то идея, революционная подача, что это вот может транспланировать всю нашу жизнь, действительность всю нашу жизнь. Да, вплоть до того, что мы сейчас, сейчас будут вот как раз анонсированы эти партнерские инициативы буквально вот сегодня, завтра, этими днями. Поэтому мы очень признательны за такой момент, для нас тоже важный психологически, потому что как бы путей есть несколько. Либо растить огромную там лоббистскую машину внедрения, либо растить... Неповоротливую, да, неповоротливую, малоэффективную. С одной стороны, она понятна, потому что нужно добраться и в бизнесе до того, чтобы запустить... Для того, чтобы получить эту картинку, нужно на минутку иметь аппарат в космосе. А аппарат стоит уже других денег. Но там тоже происходят изменения, аппараты становятся меньше. В частности, вот наша одна из дочерних компаний получила поддержку космического кластера Сколково и собирается показывать, как просто собрать мини-спутники уже, которые весят всего несколько десятков килограмм. И если они будут лояльно запускаться... А запускаться они будут кем? А запускаться или государственными программами, которые заинтересованы в инновациях и поддержке новых технологий, либо коммерческими, когда уже создан коммерческий проект. Но в любом случае, это, как мы сказали о геоинформационной базе и возможных настройках, точно так же есть очень дорогие, очень производительные аппараты, забученные государствами или крупнейшими такими концернами. Но, с другой стороны, это не означает, что нет тех ниш и возможностей, где хотелось бы вовремя иметь добавление этих информационных ресурсов. В частности, например, мы поддерживаем пожарные акти-сервера, в том числе публичные, чтобы было видно, где что горит и куда можно уехать на выходные. И, с другой стороны... Где не горит, естественно. Где не горит, да, и что горит, торф или леса и так далее. А, с другой стороны, это помогает, конечно, выстраивать систему защиты и эвакуации населения, там, деревень. Это, в общем, большая задача, не говоря уже об экономических оценках. Ну, об экономических оценках хотелось бы поговорить. Очевидно, задача благородная. Сейчас мы прервемся еще раз, Владимир, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Напоминаю, мы сегодня говорим о наюкоемких технологиях, разработках и сервисах. Ну, о космосе, если позволите. Опять я более общо назову сегодняшнюю тему. И представлю еще раз моего гостя. Сегодня в студии Владимир Гершинзон, генеральный директор инженерно-технологического центра «Сканекс». А для вас, уважаемые слушатели, я напомню. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте вопросы Владимиру. Тем более, говорит он об очень интересных, на мой взгляд, как минимум, вещах и дающих возможности. Новые возможности для того, чтобы применить свои знания, свои умения, может быть, в некой новой сфере. Давайте о бизнесе, тем не менее, поговорим. Первый вопрос такой. За эфиром, собственно, мы обмолвились на этот счет. Вы всю эту историю в меньшей степени воспринимаете как бизнес, в большей степени как некую миссию, мне так показалось. Ну да, конечно, мы воспринимаем это как просто уже некоторый стиль жизни. посвященный внедрению, нам хочется донести, с одной стороны, наши эмоции, такой восторг к наблюдению того, как это красиво. И на эту тему много активностей типа ребусов, типа таких пазлов, которые можно собрать, понять. Огромное количество, я почему-то сейчас об этом подумал, огромное количество возможностей дополнительную доходность какую-то создать. Безусловно, это так или иначе обращено к образованию и школьному, и университетскому. И мы очень рады, что за последние годы многие ведущие вузы, их уже десятки, применяют эти технологии, потому что мы открыты, мы поставляем технологии со всеми открытыми интерфейсами. Они позволяют и подписываться на какие-то планы, и создавать свои центры, и обслуживать свои регионы, и свои предметные интересы. И с другой стороны, это все может быть устроено как подписка в интернете, где вы не создаете какие-то сложные комплексы, все-таки требующие там место на крыше, что-то еще. И так мы их довольно сильно упростили, то есть когда мы начинали эту деятельность вместо 10-метровых, тяжелых систем, мы создали высокоэффективные, компактные, то есть идея была персонализации, как перешли от мейнфреймов к персональным компьютерам. У нас была такая же идея, что надо довести это до возможности персонализации компании или частного лица, вплоть до частного лица, ну прежде всего отраслевых каких-то интересов. Но сегодня уже не обязательно создавать свой центр. Можно создать такого сорта подписку, как виртуальную станцию, как собрание своего предмета. Образовательная среда колоссальная, потому что вы видите, откуда все это берется, как все это получается. Вы можете дальше попробовать создать свою замкнутую систему, то есть вы можете запустить свой микроспутник и получить ту информацию, которая... И это ни с чем не сравнимо, потому что как детские команды участвуют в запуске сбрасывания аппаратов, помещенных в банку из-под Кока-Колы, точно так же уже студенческие аппараты, команды во всем мире хотят сделать что-то более содержательное и поставить туда либо передатчик, либо камеру, либо какую-то модемную пару для опроса датчиков и так далее. Это становится массовым. И надо сказать, что тут нет противоречий, как между суперкомпьютерами и сетями использования сред распределенных, облачных сервисов. Тут тоже нет противоречия, потому что ясно, что эта тема будет развиваться, массовое образование, коммерциализация в космосе и в системах применения малых микроаппаратов. Вопрос выяснения границы, где, что заменяет одно другого, точно так же, как, мне кажется, содержательным диалог задач, что на суперкомпьютерах, а что в облаке, точно так же вполне содержательно в ближайшем будущем, уже в наши дни, что делается на распределенных средах в космосе, а что делается в уникальных, дорогих, но зато высококвалифицированных и высокопроизводительных системах, обладающих своими объемами, габаритами и энергетикой. И ясно, что это дополняющие друг друга системы и отношения. Но все в целом это двигает всю эту информационную индустрию в направлении стремительного наращивания объемов. То есть сегодня уже наш центр имеет петабайты данных. Раньше даже цифры, даже такое название, слово такое было, да. Мы привыкали к слову гигабайты, терабайты, сначала мега, кило и так далее. А теперь уже счет идет на петабайты. И тем самым нерв как раз нашей боли интереса, что только проценты, на самом деле доли процентов этой информации своевременно, вовремя и по делу используются в самых разных бизнесах и отношениях, и управлениях территориями, отраслями и так далее. Владимир, вот чуть раньше опять мы эту тему с вами затронули. Действительно, может быть, есть некое противоречие в том, что вы, находясь в материале, постоянно развиваясь, вы семимильными шагами движетесь вперед, не давая возможности осознать наверняка более медлительному, более, я бы сказал, инфантильному сообществу вот те вещи, те возможности, которые вы ему предлагаете. Может быть, есть смысл эту скорость немножко уменьшить? Меньше, да, да, медлится. Ну, эту скорость особенно-то развивать не дают гранды и регуляторы, потому что это такая, в общем-то, мировая определенная элита и отношения, в том числе геополитические, которые не так простые, достаточно имеют свой консерватизм. Но в смысле впитывания ресурсов, тут, мне кажется, вы абсолютно правы, но тут я бы не сказал, что мы самые быстрые. Тут, наоборот, информационно насыщенная и подпитанная молодежь, которая привыкла делать несколькими кнопками совершенно волшебные вещи, собирать свое сообщество в социальных сетях и так далее, и она как раз может воспользоваться тем ресурсом. Как раз наше-то обращение связано с тем, что сейчас это просто. Вот это важно понять, что порог вхождения, потому что это на самом деле есть. Это даже среди наших специалистов, которые окончили там Мехматы, ВМК и так далее, легко осваивается работа с векторами в интернет-пространстве. Работа с пиксельной структурой, при всем удовольствии разглядывания ее, она вызывает некоторый порог вхождения. Психологический порог. Психологический порог, что это сложно. Это нужно понять. Хотя детальная съемка, сегодня доступная из космоса, уже отчасти этот ментальный порог снимает. Вы видите дерево, вы понимаете, что это тропинка и так далее. Раньше так подробно разглядеть было нельзя. Сегодня это можно. Но все равно понимание того, что сравнить картинки вы можете одним кликом, и вы можете запросить новую, и вы можете подписаться на обновление той территории интереса, которая для вас важна, и поделиться этим в своей социальной сети, в своем сообществе. Вот понимание этого еще не пришло, массово не пришло. То есть тут как раз и есть проблема диалога. И с другой стороны, вот это диалог IT и, по сути дела, съемки. А второй диалог общества и членов этого общества с властями. Потому что сегодня уже есть возможность, по сути дела, организации космического патруля, который бы делил на зоны интереса сферы и так далее, и использовал эти ресурсы, эти технологии, эту информацию для того, чтобы постоянно проводить сравнения, постоянно задавать вопросы, использовать государственные ресурсы, наработанные в машиночитаемом виде, для того, чтобы сравнить и, может быть, помочь улучшить какие-то срезы этой информации. То есть устроить элементы краудсорсинга, в идеале даже возвращаясь к экономике краудфандинга, для того, чтобы поддержать те или другие социально значимые инициативы, поддержать конструктивный диалог власти и общества. И возможность этого космического патруля, по сути дела, дает сегодня легкую процедуру того, чтобы энтузиасты своих районов, территорий, отраслей, тем, интересов создали свои сообщества, и для них так удобно показали эти данные. И мы это видим. С одной стороны, есть уже, например, парапланерное сообщество России, команда. Она потрясающе сделала сайты, там, воздушная трибуна, которые позволяют и мониторить соревнования и судьям, и зрителям, и самим спортсменам оценивать. Это любые такие активные виды спорта, как велосипедисты, ролисты, там, гонщики. Владимир, у меня вот вопрос сразу. Мне очень понравилась идея с космическим патрулем, да, и название такое звучное. Пример, который вы привели, я согласен, наверняка это, ну, как бы, наиболее очевидные люди по интересам, да. Есть у человека интерес, вот они, как бы, собираются в группу и реализуют с помощью того, о чем мы сегодня говорим. А вот космический патруль, да, взаимосвязь вот этого общества и власти, и решение каких-то своих социальных проблем. Вот тут инициатором кто должен быть? Ну, понимаете, да, если это планиристы, я занимаюсь этим спортом, вы занимаетесь, мы объединились и сделали то, что нужно. А вот здесь инициатива от кого? Опять власть будет назначать кого-то, да, ставить задачи, и тогда уже вот этот вот замечательный энтузиазм он уходит на нет уже, уже без подпалки. Абсолютно в точку вопроса, и как раз, как я говорил о том, что частно-государственная инициатива может быть позитивной, а может быть и... Я сразу, да, это пометил, а может быть помешать, может помочь, а может помешать. А может, наоборот, помешать, потому что очень часто государственные игроки это воспринимают, ну, вы там нам скажите, что надо, мы вам сделаем. А частные, наоборот, очень часто это воспринимают как национализацию там расходов и приватизацию доходов. Все, началось сразу. Считать копеечку сразу. Да, значит, вот если избежать этих крайностей и остаться в конструктивном поле, то это все равно элемент диалога. То элемент диалога того, что и власть не должна от этого отмахиваться, и общество должно, если критикуют, то конструктивно, и в том числе помогать сбором какой-то информации и данных. И мы видим, что такие проекты, так или иначе, они обретают свое место. Вопрос, наша боль связана с тем, что мало кто знает, как можно много информации, причем актуальной, объективной, по сути дела протоколируемой, потому что эта информация есть. И, с одной стороны, это знание приходит, потому что мы видим вал обращений, растущий за экспертизой к сотрудникам по судебным искам и так далее. Вернулся человек, его забыли, разделили его участок. Значит, он беспокоен, он хочет найти истину. Где ее найти? Оказывается, ее можно найти в космосе. Воздев руки кверху, да, как обычно. Я сразу подумал про проблемы, связанные с автомобилями, правильно, да, там что-то, какие-то аварии, я не знаю, на стоянке и так далее. Да, ну, на наших глазах тут фетишизировать это нельзя, и регистраторы, которые сегодня так распространены, информационное общество волей-неволей к этому идет с разных сторон, потому что возникают, и, собственно, даже космос с экспертизой суд может принять во внимание, может не принять. В этом смысле важны нормативные акты, поэтому важно движение навстречу друг другу, важно понимание, что это не во зло, а во благо, сохранение среды обитания, бесконфликтных существований на территориях, соседских, потому что очень часто это и межгосударственный носит характер. Конечно. Я прошу прощения, еще раз мы прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ, последняя часть, к сожалению, последняя часть нашего эфира. Как всегда, времени не хватает, и может, что интересная тема и очень интересный собеседник сегодня у нас в студии. И, напомню, в гостях Владимир Гершинзон, генеральный директор инженерно-технологического центра «Сканекс». Ну, собственно, давайте продолжим, не теряя времени, мы вышли на обсуждение очень важных, мне бы сказать, социальных связей внутри общества, которым, в какой-то степени вы можете, крепости которых вы можете помочь, Владимир. Да, ну, вот с одной стороны, я всячески агитирую за понимание упрощения использования космической съемки, с другой стороны, мы, наверное, как профессионалы в этой области понимаем, что без знания дополнительных, сбора дополнительных данных, без понимания специфики работы в той или иной предметной области, на той или иной территории, отношений, ценность этой информации представляет собой очень малую часть того, что из нее на самом деле можно извлечь. И в этом смысле как раз идет апелляция к такому распределенному знанию, к распределенному сознанию и распределенному умению. И с одной стороны, космос позволяет не терять целостности подхода к обзору, как я уже говорил, однородности, метричности, однородности поступления этих данных, возможности доступа к ним, технологии обработки. А с другой стороны, он как раз апеллирует к частному знанию для того, чтобы получить на этом продукты с добавленной стоимостью, сервисы, которые будут важны для гармонизации, налаживания отношений, контроля, наконец. Потому что вопросы контроля являются достаточно принципиальными и очень часто в силу территории удаленности действительно решаемыми достаточно сложно. И в этом плане и контроль за деятельностью подрядчиков, и контроль за изменением на территориях при изменении каких-то регулятивных или процессов, или даже в том числе личностей, возглавляющих те или другие активности на этих территориях. Это очень важно. И с точки зрения, мы все время возвращаемся к этому, хотелось бы помочь налаживанию диалога конструктивного. И вот этот космический патруль с экспертами в своих территориях, в своих областях, в своих знаниях может помочь как элемент краудсорсинга, как элемент обратной связи. И с другой стороны, сделать достаточно прозрачными и понятными действия властей, которые планируют те или другие изменения и проводят общественные слушания, общественные обсуждения. Потому что мы не замечаем, что на самом деле практически вся наша жизнь или большая ее часть становится географически привязанной. Мы перемещаемся в пространстве, мы оформляем какие-то документы. Мы делаем это физически и виртуально тоже, потому что нас интересует, мы начинаем чувствовать себя и молодежь чувствует себя как уже граждане на самом деле планеты больше, нежели чем граждане какой-то конкретной ее части. А масштабы России к этому располагают особенно, так как этот масштаб и вызывает некоторый космизм подхода. И в этом плане, конечно, хотелось бы, чтобы вот этот вызов современности, вызов буквально последних дней мы с вами обсуждаем и по дискуссиям, по перестройке космической индустрии и по приоритизации задач, стоящих перед государством, перед в социальных сферах и так далее. Кажется, что это может быть некоторые, по сути дела, в том числе одной из национальных идей, сплачивающих и устраивающих конструктивный диалог, как по отношению как внутри страны, так и с, как я уже говорил, соседними странами. Потому что мы были свидетелями того, что борьба за ресурсы, неправильное понимание того, что является антропогенным влиянием, а что является природными, стихийными факторами, приводит к эскалации конфликтов прямо на глазах и в том числе вплоть до локальных войн. Согласен, мне очень понравилась ваша мысль по поводу национальной идеи, поиск ее, ну, наверное, во многих плоскостях, но если говорить о геофизическом пространстве, ну, очевидно, что чем меньше территориальный охват государства, его размеры территориальные, тем вот это вот ощущение того, что я принадлежу именно к этому конкретному, оно сильнее. Вот эта национальная идея, с этой точки зрения, может быть, она и связана с тем, что огромное пространство Российской Федерации, ее умом не охватить, да, ее невозможно представить, руками потрогать. И поэтому я и шатаюсь, да, вроде Россия, а какая она Россия? Понятно, что там Люсенбург, он вот такой, и я знаю, что это такое. Так вот, в этом случае ваша миссия, как раз опять я, извините за пафос, она может... Ну, наша миссия скромна, мы информационно-технологический хаб все-таки, так мы себя представляем, но как раз миссия тех ведомств, которые отвечают за свои зоны, регионы, федеральных ведомств, она важна с этой точки зрения и с точки зрения регулятивных, стимулирующих, катализирующих процессов. Потому что в этом пространстве гораздо важнее не зарегулировать, а гораздо важнее стимулировать и катализировать этот процесс, идущий по некоторым общим принципам и рамкам. И тогда это становится естественной средой гармонизации отношений. Может быть, тут нельзя в этом случае рассчитывать на сверхприбыли, но они не нужны в этом процессе. Это на самом деле процесс информационного потока и его использование многими и для разных целей и задач. И вот этот космический патруль становится совершенно реальным делом, не говоря уже о том, что и бизнес-инициативы, такие как бизнес-разведка, это не запрещено. Эти данные открыты и понятны, и в этом смысле и для контрольных органов это возможность проверки, легкое сравнение. И с другой стороны, для конкурентов, владеющих современными технологиями, понимание того, не только там какой урожай и какая логистика, но вплоть до, во всем мире теперь это применяется до подсчета контейнеров и скорости перевозок в портах или транспортных потоков и так далее. То есть как раз, как я уже сказал, надстройки над этим и делают общество обществом, управляемым знаниями, экономику, управляемую знаниями и интеллектуальные транспортные системы и так далее. И банальные вопросы мусора, уборки и контроля того, куда этот мусоровоз поехал и не скинул ли он свои. То есть это не обязательно только съемка, но она дает вам факт и актуальность. Но это еще и комбинация с другими навигационными датчиками и навигационными на кораблях, по заходу, по нелегальному лову рыбы и так далее для сохранения природы, для того, чтобы мы улучшали свою жизнь сознательно, конструктивно и пользуясь современными инновационными технологиями. Это здорово. Мысль ваша прозвучала еще такая чуть раньше, что можно предположить, что в определенных спорных ситуациях, отстаивая свою позицию, человек использует те технологии, которые мы говорим, они не совсем легитимны. Ну, как минимум, их не принимает суд, например, к рассмотрению. Да, вы предложили вот такое рассуждение. Вот в этом направлении что мы могли бы сделать? Понимаете, с одной стороны, мы очень рады, что суды адекватны в этом смысле. То есть, если есть экспертиза специалистов с этими снимками, а снимки, чем хорош современный вот такой съемка из космоса, что даже если кто-то постарался и поддел какой-то один снимок, их такое уже множество, что другие покажут вам наоборот, недобросовестность подхода к этому информационному полю. Поэтому суды относятся адекватно, и для многих это является источником, наоборот, объективизации того, что происходило, как и в каком порядке. Но очень важно регулятивные, вот как я сказал, катализирующие, стимулирующие импульсы, которые поддерживают и поощряют использование и ведомствами, и регионами. Но для этого нужны какие-то законодательные, да? Конечно, для этого нужны подзаконные и прочие акты, именно стимулирующие то, что это можно, на это можно тратить ресурсы, в том числе бюджетные ресурсы и так далее. Это нужно, это современно, и не нужно в этом смысле стараться создать какое-то одно окно, в которое бы столпились все жаждущие инновационности и современности. Наоборот, нужно проводить конкурсы, тендеры для того, чтобы наиболее конструктивные идеи побеждали, наиболее сетевые и результативные принципы. Я слушаю это из ваших уст, это не совсем логичная фраза, потому что вы призываете к появлению на этом рынке множества-множества игроков. Нет, мы за то, чтобы прошло сообщество потребления. Мы на самом деле в этом смысле преследуем и тему устойчивости всего этого комплекса, чтобы в конце концов общество было заказчиком программ, нужных для гармонизации своего существования на планете. Мы все больше и больше чувствуем себя пассажирами одного космического корабля, которым является планета Земля. И в этом смысле замусорить ее, испортить какие-то живые механизмы живой планеты, это значит, по сути дела, убить и себя. И поэтому мы очень традиционно много внимания уделяем образованию. У нас много лет идет интернет-конкурс «Живая карта», участвуют сотни команд и тысячи школьников, которые как раз учатся понимать те явления и процессы, которые они видят на космических снимках. И поэтому тема бездонная, очень увлекательная. Я всячески призываю, прежде всего, молодежь уделять этому, начать какое-то внимание, кроме стрелялок и виртуального мира. Даже молодежи, может, и проще, потому что она этим живет, потому что надо немножко вектор сменить. Проще, но тут нужно иметь некоторые базовые подходы и знания, которые могут быть географические, иногда физического, математического толка. Но они все проще и проще. Но в разделении человечества будущим на тех, кто создает кнопки и тех, кто их нажимает, хотелось бы, чтобы наше подрастающее поколение заняло достойное место создателей этих кнопок. Спасибо. Спасибо огромное. Уважаемые слушатели, мы будем заканчивать. Я благодарю моего гостя. В студии был Владимир Гершинзон, генеральный директор инженерно-технологического центра «Сканекс». Мы говорили сегодня на интереснейшую тему. Если позволите, все-таки я в конце программы вновь назову ее так. Мы говорили сегодня о космосе, и дай бог, чтобы в направлении в этом мы продолжали свое движение. Спасибо, уважаемые слушатели, за внимание. Всего хорошего. Успехов в бизнесе. Продолжение следует.